О Кыргызстане знают многое, но далеко не всё. Это мнение местных специалистов в сфере туризма. Они хотят привлечь в страну как можно больше гостей, но при этом говорят, что без развития внутреннего туризма сделать отрасль прибыльной почти невозможно. Озеро Иссыкуль и горы Тяньшаня. Ради отдыха на курортном побережье и восхождения на заснеженные вершины в Кыргызстан и едут туристы. Они везут с собой деньги и бизнесмены стараются делать всё, чтобы предоставить как можно больше услуг и повысить их качество. Но маркетологи говорят, что летний загар или приключения скалолазов – это лишь часть туристического потенциала, которым располагает Кыргызстан. Во всех цивилизованных странах вообще туризм развивается пошагово. И первый шаг по развитию – это становление внутреннего туризма. То есть люди узнают собственную страну. Сейчас баткенцы, например, в Москве бывают чаще, чем, я говорю, опять же, в Нарыне или в Таласе. Сталасы, когда говоришь баткен, для них это вообще как Юпитер, Марс. Внутренний туризм – это не туризм, который ещё предстоит занять предприимчивым людям. Уровень жизни повышается, и у местных жителей в последнее время стал пробуждаться интерес к собственной стране. Бизнесмены первыми осознали эту тенденцию, и всё чаще стали появляться туристические фирмы, оказывающие услуги местным пользователям. Самая доступная из них – пеший поход в ущелье, расположенный в радиусе сотни километров. Стоит такой кросс-тур не дороже 20 долларов. Делятся у нашей экскурсии на категории. Есть экскурсии, которые требуют хорошей физической подготовки. В средней и есть просто прогулочные. Называется ленивый туризм. Когда ты приехал, прошёл, посмотрел, пообедал, сёл в бус и обратно уехал. Впрочем, очевидно, что основные деньги туристическая отрасль зарабатывает на приезжих. Власти заинтересованы в развитии инфраструктуры, потому что счёт идёт на миллионы долларов. Причём большую часть этих денег оставляют в стране граждане Евразийского экономического союза. По статистике, больше всего в Кыргызстан приезжают россиян и казахстанцев. Причём, если раньше их в основном интересовалась секульта, в последние годы всё больше гостей приезжают сюда, чтобы покататься на горных лыжах. Всего же в течение года Кыргызстан посещает до трёх миллионов жителей Казахстана. Бакычер Машов, специально для Хабар-24, Мишкек, Кыргызстан.